Итак, я всех приветствую на канале Донати. В этом видео разберем ситуацию, в которой у вас, ну или у кого-то из ваших знакомых, да, пропал локальный диск D, E, я не знаю, C, A, B, как он у вас назывался, и остался только, к примеру, диск C. Ну или какой-то любой другой пропал, и вы хотите его вернуть. И вроде бы вы уже все пробовали, да, и ничего, соответственно, не срабатывает и не получается. Давайте я вам помогу разобраться, потому что у меня была такая ситуация. Я, кстати, вам рекомендую ставить лайк для того, чтобы у вас, ребят, стоял, и чтобы у меня стоял, чтобы у нас у всех с вами все хорошо стоял, да. Лайк обязательно должен стоять. Посмотрите, убедитесь, благодарю вас. Смотрите, что нам с вами нужно. Во-первых, вот тут вот, ну где-нибудь вот здесь на стреке, да, самого пуска. Правой кнопкой мыши нажимаем и находим поиск. У вас, скорее всего, не будет лупы. Нам нужно найти лупу и взяться за лупу. Да, вот она, я хватаюсь за лупу, вот так вот, и, соответственно, сделаем следующее. Ну, можно, кстати, еще активировать, показать поле поиска, кому как удобнее. Беремся за лупу, вот она, и пишем здесь следующее. Панель управления. Панель управления или channel control. Или control channel у вас будет называться. Это в зависимости от того, ну, собственно говоря, да, на английском у вас или на русском языке. Итак, мы с вами переходим в панель управления. И здесь система и безопасность находите. И здесь администрирование. Администрирование и создание и форматирование разделов жесткого диска находим. Для того, чтобы сюда попасть, нужно право администратора иметь в некоторых ситуациях. Итак, здесь нам понадобится понять, какой диск от нас, так сказать, скрылся и исчез. Вот у вас диск C. Обратите внимание, что у него много гигабайт памяти емкости. Вот, посмотрите, емкость. Можно нажать вот так вот, чтобы по количеству емкости. На емкость нажимаем, так, ребят, удобнее будет. У вас распределяется, где самый большой, да, раздел емкости. В данном случае диск C. И обратите внимание, если у вас какой-нибудь диск 0, к примеру, вот, занимает... У меня 100 мегабайт, а у вас, допустим, там 100 гигабайт или 200, 300, миллион, я не знаю, сколько, да, условно говоря. Вот это самое, ребят, и есть то, что вам нужно в большинстве ситуации. Почему? Потому что остальные диск 0, там раздел 4, раздел 3, раздел 2, видите, всего лишь там 100 мегабайт, 500 мегабайт и так далее. То есть, у меня тоже вот этот диск E назывался диск 0, раздел 2 или 3. Что я сделал? Я нажал по такому диску правой кнопкой мыши. Сначала просто вот так вот нажал, да, левой кнопкой мыши, потом правой кнопкой мыши изменить букву диска или путь диску. К этому он недоступен, потому что файловая система не NTFC, да, как у этого, допустим, диска E. Нажимаем на диск, который называется странно, но при этом имеет много гигабайт памяти. Правой кнопкой мыши. Форматировать. Форматируем. То есть, ну, ребят, если у вас там что-то есть, все потеряется, но зато у вас, ну, вы, соответственно, да, спасете диск. Ну, хотя я могу показать, снять видео, как без форматирования, без потери данных на этом диске, все равно все вернуть. Если хотите, ставьте лайки, пишите в комментариях, что, ну, допустим, буду ждать, да, я пойму. Все окей. Форматировать. Он форматировался. Правой кнопкой мыши изменить букву диска или путь диску. Нажимаем. Здесь изменить. И здесь выбираем любую букву, которая вам нравится. Ну, пусть это будет буква Z, пусть будет, да, окей. Я нажимаю окей. И давайте посмотрим. У меня он раньше назывался E, теперь Z. А у вас, если его не было здесь, то он скорее, ребят, появится, да. И, собственно, профит, то, что вы хотели, вы получили, собственно говоря. Если у вас что-то не получается, пишите в комментариях, да, после чего у вас пропал диск. Если вы не знаете, после чего, напишите. Не знаю, после чего пропал, буду ждать продолжение, к примеру. Я могу снять видео еще пару способов, если вам это актуально. Подписывайтесь на канал, донайте, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Ставьте лайк, чтобы у нас у всех с вами, ребят, хорошо всегда стоял, да, лайк должен стоять. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я прощаюсь с вами, скоро увидимся. Желаю всех благ и удачи. Пока, пока, пока.